Музыка Стартовали мы в июне месяце двумя командами из Киева. Это был ФК «Арсенал» и ФК «Быгоровщина». Далее у нас в июле были «Одесса» и вот сейчас приехали ребята с Харькова. Изначально у нас появилась идея развивать футбол и немножко популяризировать наш город, потому что мы имеем очень хорошую футбольную инфраструктуру, которая позволяет нам проводить такие мероприятия, как сборы и турниры. Мы от имени футбольного клуба сделали такой набор и откликнулись на летние сборы. Очень много команд. Начали мы с июня месяца. У нас был ФК «Арсенал», была ФК «Быгоровщина» – это обе киевские команды. Затем к нам прибыли «Одесситы». И вот сейчас также харьковская команда к нам подъехала. В принципе, все очень довольны. И ожидаем еще один очень большой заезд. К нам приедут три команды, которые готовятся к чемпионату Украины в высшую лигу. Поэтому, ну, работаем. Было много очень желающих. Я считаю, если взять то, что мы только начали свой путь, и многие не знают наш город, и уже у нас, ну, мы уже заселили и провели бой. Если так взять в общем, то более ста детей. И сейчас еще ожидается, 70 человек могут заехать. И еще в конце августа «Одесситы» тоже желают приехать. Поэтому нужно это развивать. Потому что мы имеем для этого все поля проживания, питания. Потому что, я считаю, с постройкой ФОКа мы обязаны это проводить, потому что такое здание не может простаивать. Изначально, когда у нас были такие идеи проводить, не было где селить. Это была большая проблема. Все-таки сейчас уже другое время, и многие хотят жить в комфортных условиях. И на данный момент эти есть комфортные условия. Эти условия шикарные, я считаю. Тяжело назвать место проживания хостелом, потому что многие знают, что хостел – это, скажем так, есть койко-место, да, все остальное у тебя находится где-то уже в другом месте. Здесь мы видим, что есть и койко-место, и душ, и туалет. Все находится в одном номере. Поэтому я считаю, это можно считать полноценной гостиницей. И многие, кто приезжает, они получают удовольствие от питания, от проживания, потому что есть красивая подача, современная подача, вкусная еда. Все-таки уже, ну, знаете, не то время, когда все жирное. И сейчас уже дети приезжают, у многих аллергии есть и на молочку, да, и всегда идут на уступки, спрашивают, чего хотят ребята кушать, чего не хотят, у кого что, какая аллергия. Поэтому я считаю, иногда их даже очень балуют по этому поводу. Ну, и я думаю, что совместно с футбольным клубом «Горняк Спорт» и при поддержке громадской организации «Ферум» мы будем продолжать развивать это все. И я думаю, у нас все получится. И мы планируем в дальнейшем сотрудничать с громадской организацией «Ферум» и развивать, популяризировать наш спорт, футбол в городе, потому что задача стоит такая, чтобы о нашем городе узнало как можно больше людей, футбольных людей, потому что это важно. Сейчас очень сильно взялись за развитие спорта в нашем городе. Я считаю, это будет такой вот начальный этап развития. Поэтому дальше, я думаю, будет больше. Я до этого вам не сказал, к нам приезжала Чайка Вышгородская в марте, да, и практически все, кто приезжает, они играют с нашими детьми. То есть играют очень много, очень много получает 12-13 год наш. Потому что как-то попалось так, что именно эти возраста к нам и приезжают. Вот очень много, потому что вот Евгений Сливов, у него более 60 детей, не у всех получается сыграть, и для них это очень хорошая возможность поиграть. Так же самая Чайка Вышгородская приезжала, она играла с нашим 9-10 годом. Сейчас приедут мастер мяча, о котором мы говорили, да, 3 возраста, который играет в высшую лигу в Украине. Мы все-таки пока что играем в первой лиге, надеемся, что пока. Вот. И для нас это тоже будет хороший спарринг-партнер, посмотреть, на каком уровне ребята находятся, посмотреть, на каком уровне мы находимся. Поэтому каждая команда, которая приезжает, она просит 2-3 спарринга минимум. Поэтому мы им это с удовольствием предоставляем. Наши тренера с удовольствием на это отзываются. И я считаю, это для всех будет хорошо. Для города, для футбольного клуба и для команд, которые приезжают. Мы пытаемся создать максимальные условия, которые возможны только, чтобы было комфортно, не было лишних каких-то вопросов у ребят. Сразу все решается. Все, в принципе, транспорт, проживание, питание, тренировки. Тоже, опять же, все идут к нам, можно сказать, на уступки. Потому что мы можем спокойно подойти, объяснить тому же директору 6-й школы, что вот так-то и так-то. Приезжает футбольная команда, популяризация города. Можем мы у вас разместить их для тренировок. Все с удовольствием отзываются, пускают. Еще не было каких-то проблем с этим. Поэтому все делают для того, чтобы город развивался. Редактор субтитров А.Семкин